Это дом номер 4 по улице Ямле. 2 августа почти все, кто был дома, почувствовали удушливый, едкий запах. Некоторые жильцы даже испытали недомогание. Неприятный, голова, можно сказать, заболела. Пришлось закрыть все окна. Амбре распространялось на территории почти целого района, от улицы Ямле до Сюмбике. Жители западного крыла города не знали, куда обратиться и кого обвинять в случившемся. Без понятия. Ну, думаю, наверное, коллектор тут сзади проходит. Скорее всего, оттуда. Больше оттуда еще. А кто сбрасывает, не знаю. Пускай ищут. Только за одни сутки было зарегистрировано около 100 жалоб в службу народного контроля. А группы в соцсетях пестрили десятками гневных публикаций. Некоторые горожане даже провели собственное расследование. Так в одном из сообществ Нижнекамска разместили информацию об открытых коллекторах. Автор утверждает, что якобы днем из них пахнет сероводородом, а ночью – тяжелыми углеводородами. Из коллектора даже визуально был виден выход горячего газа. На тревогу жителей администрация среагировала оперативно. На следующий же день экологами были взяты пробы воздуха в 19 точках. На сегодняшний день уже можно констатировать, что по оперативным данным в этих точках отбора воздуха была превышена концентрация таких веществ, как ароматических углеводородов, бензола в 1,4 раза, талуола в 1,4 раза и этилбензола в 2 раза. Эти пробы направляются в Казань, Министерство экологии, в управление. Там эти пробы обрабатываются и в кратчайшие сроки будут направлены в Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Тарстана. В институте есть специализированное оборудование. Оно позволяет отследить источники запаха по четырем параметрам. Определяются координаты забора проб, направлений ветра, состав выброшенных веществ и их концентрация. Пробы воздуха взяты, на анализ отправлены. Однако главный вопрос остался открытым – кому эти колодцы принадлежат? И почему до определенного времени они оставались открытыми, учитывая, что рядом жилой квартал и рядом могут находиться дети? На следующий же день после массовых жалоб горожан злосчастные колодцы уже засыпали землей. Свежие следы указывают на то, что здесь работала тяжелая техника. Кто-то явно пытался замести следы. С вопросом о принадлежности данных колодцев мы постучали с двери как местного ЖКХ, так и городского водоканала. Это не наша территория? То есть это по мне? За Ямле-2. К лесу это я знаю, но это не вода, а канализация. Все наши люки канализационные на Ямле-4 возле детской площадки, возле дома, все закрыты. Раз и все. Засыпали землей и до свидания. Понимаете? Нет такого у нас. Не делается это. Тем более они вот так высоко из земли торчат. Что же получается? Открытые и зияющие колодцы никому не принадлежали. Не найдя ответов у муниципальных служб, мы отправились в управление водоканализацией и очистки источных вод по Нижнекамск-Нефтехим. В зоне ответственности этой организации тоже есть колодцы в черте города. Однако, как выяснилось, в районе улиц Ямле, Чешмале, Сюембике подземных сетей канализации по Нижнекамск-Нефтехим нет. Также нам пояснили, что согласно закону РФ о водоснабжении и водоотведении, в каждом поселении создаются электронные схемы канализации. Так, в 2015 году в Нижнекамске такой чертеж разрабатывала санкт-петербургская фирма G-Динамика. В последующем эта схема была согласована со всеми собственниками и после утверждена администрацией города. Улицы Вокзальной. Коротенькая схема такая упрощенная, где нанесены основные все коллектора канализационные в городе. Согласно этой схеме, зона ответственности по Нижнекамск-Нефтехим проходит от Трампарка по улице Вокзальной и мимо магазина «Магнит» уходит в поле. Других сетей на этой территории нашей зоны ответственности нет. Все границы раздела по нашему коллектору – это с организацией водоканализации энергетического хозяйства города. И все сбросы, которые к нам поступают, приходят из этой организации. По договору мы принимаем стоки из города только от нее. И поэтому, если пахнет в районе улицы Ямле, это вот здесь, то стоки идут по западному коллектору, вот по этому верхнему. На этом коллекторе имеется напорный участок с канализационной насосной станцией, которая находится на развилке дорог на Корабельную рощу и на Карьер. Стоки с самотеком обратно прийти не могут, так как они под давлением перекачиваются насосом. Поэтому, если пахнет в районе улицы Ямле, проходит по коллектору на БОС. На БОСе пахнет тем же, чем пришло из коллектора городского. В районе улицы Ямле, Чешмале, Сюембике, подземных сетей канализации ПАО Нижнекамск-Нефтехим нет и не было никогда. Документы говорят сами за себя. Теперь, кажется, все понятно. И кому принадлежат колодцы, и кто так оперативно их закопал.